Вы никогда не задумывались, почему не на всех автомобилях руль слева? Англичане, например, задали бы прямо противоположный вопрос, почему не у всех руль справа? И в какой-то мере были бы правы, потому что левостороннее движение имеет более глубокие корни, чем правостороннее. Можно даже сказать, с него-то все и начиналось. Почему в некоторых странах мира правый руль и левостороннее движение? В древности, когда по дорогам ездили в основном всадники и конные повозки, движение было левостороннее, так было удобнее здороваться. По другой версии, левостороннее движение было более безопасным для воинствующих представителей феодального общества. Странник, например, рыцарь с копьем в руке, следуя по дороге, всегда старался занять левую полосу движения, чтобы оружие было между ним и едущим навстречу потенциальным врагом. Если же говорить о Востоке, в частности о Японии, то там причин для левостороннего движения было несколько. Первая та же, что и у европейцев. Оружие, меч самурая, должно было отделять его от врага. Более мирное объяснение. По японским правилам, торговцы и приезжие путешественники, направляясь в Токио, должны были придерживаться левой стороны дороги, а идущие из столицы правой. Это вошло в привычку и впоследствии создало левостороннее движение. Как же произошел переход к правостороннему движению? По некоторым источникам, воинствующие пешеходы и всадники стали передвигаться по правой стороне дороги и поворачиваться друг к другу левым плечом с появлением щитов. Именно щит, а не меч, призван был теперь в первую очередь защитить своего хозяина от возможного нападения встречных путников. По другой, менее демократичной версии, виной всему был знаменитый завоеватель стран и народов Наполеон. Весь секрет в том, что несостоявшийся властелин мира был левшой, и ему было удобнее здороваться и выхватывать оружие левой рукой. Свою привычку двигаться по правой стороне дороги он сначала навязал французской армии, а потом и всем завоеванным им странам. Правостороннее движение было взято на вооружение и в Америке, которое пыталось отбросить любые связи с британским прошлым. Что касается Японии, законодательницы мод на Востоке, то здесь время от времени пытались менять правила. Выходили различные указы, изменяющие режим движения пешеходов, всадников и конных повозок, что вносило изрядную сумятицу в поведение участников дорожного движения и порой заканчивалось плачевно. В итоге, в пользу правого руля, решающую роль сыграла железная дорога. Три страны, Франция, Америка и Великобритания, предлагали японскому правительству свои услуги по строительству железной дороги. Победило в этом тендере Объединенное Королевство, и железнодорожная сеть, естественно левосторонняя, была построена. Впоследствии, схема движения по железной дороге стала определяющей и для перемещения всего остального транспорта по обычным дорогам. А если бы в тендере победила, скажем, Америка, возможно сегодня японцы ездили бы, как и мы, с левым рулем. Впрочем, со времени строительства железной дороги и до нашего века, правила, обусловливающие, по какой стороне дороги двигаться пешеходам и экипажам в Японии, еще несколько раз менялись. Окончательное решение ездить по левой стороне было принято японским правительством в 1924 году и вписано во все касающиеся дорожного движения законы государства. На этом все дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поделитесь им с другом, ему точно будет интересно. А сейчас пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok